Я просто любит таксоблогер, возьми на заметку. Я все то, во что не верили все эти годы. Я все в такси, не пошел работать до заботы. Скандалы и интриги в экономе часто жарко. Я с региона 6-4, я на слезе в ротко. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня в нашей постоянной рубрике «О чем речь?» мы поговорим о нелегкой жизни таксиста. Ну, не простого таксиста, а таксиста-блогера, который очень многим балаковцам известен. Либо с положительной, либо с отрицательной стороны, потому что он снял их в ролике. Поехали, давайте знакомиться. Александр, приветствую. Расскажи нам, как ты дошел до такой работы таксиста? Основная ли это у тебя работа? Ну и немного пару слов, что хочешь рассказать о себе. Работаю в такси уже давно. Начинал подрабатывать с возраста, когда уже было разрешено по правам водительским подрабатывать. Это были еще десятые годы, и так далее, и так далее. Тогда у нас не было сетевых фирм, работал в местных фирмах. Ну, в последнее время работаю как основная работа. То есть у тебя какой-то таксопарк свой или летатель? Нет, просто я водитель, да, водитель такси и без всего. На своей личной машине? Да. Расскажи, как начинается, ну вот, обычный рядовой день. Профессионального таксиста, да. Проснуться нужно всегда, если ты хочешь заработать, значит, нужно выйти в час пик. Час пик у нас утром в городе с 7 до начала 9, бывает до 9 дотягивает. Соответственно, чтобы к этому времени выйти, заработать максимальные деньги за этот короткий промежуток времени, нужно встать пораньше. Я встаю где-то без 5-6 утра, прогрел машину. Если нужно, потребовалось, помыл ее на мойке. Успеть это все надо сразу заранее продумать. И уже выезжаешь в тот район, где, ну, как ты считаешь, более выгодно. Ну, а когда ты ешь, ты попадаешь ли домой в течение рабочей дня? И в какое время ты вообще приезжаешь домой, обратно? Я очень много работал 25 на 8, как я говорю. 25 на 8, то есть ты работаешь, я работаю не на межгороде, и по городу, и так далее. Но когда много работы, плюс еще хорошие цены, тебя это манит, ты хочешь заработать еще больше и больше, но всегда нужно знать предел. Ну, подожди, ты можешь вообще себе позволить пошалберничать, уехать на море? Я ни разу не был на море, кстати. Я не буду произносить знаменитую фразу из фильма «Достучаться до небес». Я ни разу не был на море, я бы хотел на море. Но так выходит, что в летний период, особенно когда лето, жара, слонится море, пляж, ты пашешь, как лошадь. Вот так вот. В этом году я немножко поменял свою траекторию работы, скажем так, я работаю меньше, на много меньше, занялся больше здоровьем, потому что профессиональная работа в такси, это как любой водитель знает, и не только в такси, а вообще просто водитель. Когда ты долго сидишь за рулем, мало активничаешь, меньше передвигаешься, и все остальное, это сказывается на твоем здоровье, типа спина, шея. Но ты, вот я в одном из твоих роликов видел, ты над ребятами там то ли пошутил, то ли, ну, так и есть, ты сказал, я на ЗОЖе, они тебе там предлагали, шаурму какую-то съесть. То есть по-другому, в другом графике, я так понимаю, нормально, качественно работать здесь не получится. Тут просто надо понимать одно, ты выходишь, если заработать временно, ну, допустим, там, к какому-то пришел консенсус, ты уволился с основной работы, тебе есть какой-то 2-3 месяца передержки, грубо говоря, тебе нужно что-то подделать, ты можешь взять машину в аренду, да, либо на своей, и вот плотненько поработать, можно что-то заработать. Но если ты будешь там работать 5-10 лет, то, а еще и пахать там, не по 12 даже, по 16 часов, чтобы нормально зарабатывать, чтобы хватало на аренды, на там расходники и так далее, и так далее, ну, здоровье скажет привет, 100%. Какая вот у тебя самая короткая и самая длинная поездка была вообще в жизни? Короткая поездка, я недавно был в Вольске, я приезжал в Вольске, таксовал специально, у меня была короткая, я не поверил, я подумал, что это фейк, потом смотрю, нет, оплата по карте, садились ко мне, это было, кстати, на 23 февраля, ко мне сели мужчины и женщины, они проехали 150 метров. Я еще подумал, я говорю, слушайте, ну не может быть, то есть вот отсюда и вот до этого столба, то есть я говорю, как так, они говорят, ну, типа дорога плохая, тяжело идти, я говорю, понял, все, хорошо, и поездка эта вышла с коэффициентом, там, я не помню, то ли 150, что-то такое, ну, буквально, ну, меньше минуты. Самая большая поездка, наверное, в Питер. Из Балакова, в Санкт-Петербург? Да, в Питер, это где-то в районе 1800 километров, вот, но опять-таки бывает, когда пробеги большие, это одно, очень влияет на самом деле время года, климат, потому что именно то, что ты работаешь по городу, и то, что ты работаешь на трассе, это вообще разное, абсолютно. Когда ты решил, что тебе нужно еще выступать и в медийном поле, и почему ты так решил? Где-то, наверное, три года назад, я просто смотрел, мне это нравится, тема такси, вот, мне нравится смотреть других блогеров, таксоблогеров, скажем, да, на тот момент я их очень много смотрел, смотрел всякие ситуации и понимал, что у меня здесь ситуации, как бы, ну, не хуже. Искал свой какой-то мотив, материал какой-то, не знаю, по-разному пробовал, пытался, и вот постепенно-постепенно, там, с небольшими просмотрами и так далее, и так далее, мы потихонечку растем, уже на какой-то более-менее уровень выходим. У тебя порядка 60, да, по-моему, тысяч? Нет, 40, в Ютубе 42, сейчас уже 42 тысячи, вот, но просмотры, ну, хорошие набирают, и я, как бы, ну, вот, стараюсь просто делать, чтобы, вот, выбирая из общего количества контента, выбирая самое лучшее. И очень важный момент насчет самого контента. Некоторые вот комментарии бывают, что люди не верят, что все эти случаи, ну, допустим, вот выходит два ролика в неделю, да, и там, допустим, от трех до шести ситуаций, что это все, вот, вот, как я вышел, и эта ситуация и сразу начинается. Такого не бывает, ребят, дорогие дамы и друзья. Это значит, что я вам по своей статистике расскажу, что 90% поездок – это все правильно, адекватные, обычные люди, да, которые поздороваются, там, пожелать тебе хорошего дня, там, не будут грубить, хамить, оставить, может быть, даже чаевые и так далее. А вот этот вот процент 10-5%, вот это вот я и показываю. Александр, святая святых в твоем автомобиле мы оказались. Остановились мы с тобой на том, как ты стал известным балаковским блогером. Ты, кстати, не анализировал, мне кажется, у тебя самое большее количество подписчиков, ну, балаков вообще среди всех YouTube-каналов. Ну, кстати, не знаю, ну, вот из блогеров, я вообще не знаю, кто у нас есть еще, именно из блогеров, таксо-блогеров про такси в городе в нашем, в область у нас есть, я видел, да. У меня была цель набрать 100 тысяч подписчиков. А тогда еще монетизация, наверное, была, да? Да, но она, кстати, очень быстро закончилась. Да, не то, что нет, я как раз, там есть определенные алгоритмы в YouTube, и, в общем, когда у меня получилось бы уже набирать бы за монетизацию, ее уже отрубили. То есть я ничего там, как бы, в пролете. Ну, то есть это в любом случае для тебя более хобби, да? Конечно, ну, как, у меня есть основной, как бы, да, я зарабатываю тем, что я водитель, да, как бы, и в свободное время я занимаюсь там тем, одними, другими делами и так далее, и в том числе и монтирую ролики. Ну, опять-таки, да, я помню, как я, когда начинал, это на самом деле я поплачусь немножко. Давай, да. Запомните этот момент, не часто случается. Когда у меня был вообще старый компьютер, на котором, блин, Windows XP там, короче, и все такое, и тут я решил стать блогером, купил, кстати, вот это была моя первая камера, экшн-камера. Потом начал монтировать ролики и понял, что я монтирую один ролик поначалу 9-12 часов. Компьютер мог, в любую секунду программа могла просто зависнуть, у тебя летели проекты, ты мог просто потратить сутки на работу, а потом раз, и оно вылетало. Я всегда привык делать так, что вот я, если, скажем так, решил, поставил себе цель, задачу, я иду до конца. Какой будет финал, но вот он, ты узнаешь, что на финале, но если ты не пройдешь этот путь, ты не узнаешь ничего, и смысл тогда об этом будет говорить. Ну, то есть, это как в жизни, во всем. Я так понял, следующий ролик будет мотивационные курсы у него. Каждый выбирает для себя в жизни то, что он считает нужным. Он живет так, как считает нужным, и действует, и делает так, как считает нужным. Один съемочный день, скажем так, ориентировочно, выходит в среднем где-то 80-100 гигабайт. Да, ну, зависит от качества. Да, но это один день. И, соответственно, это не значит, что ты вот сегодня снял, там, сегодня же обработал, ты можешь там через неделю этим заняться, через две. А материал будет копиться, соответственно, нужно, как бы, нормальный компьютер. Вот люди думают, да, насколько вот проста. Да что ты, отмортировал, выкинул, да? Ребят, это все просто. Отсмотреть элементарно этот материал, вспомнить, на какой минуте это было. Это все просто, ребят, это все просто. Это все просто, когда ты сидишь и ничего не делаешь. Ну, вернемся к героям. Те, кто сидит здесь, здесь, у тебя регулярно. Ты вот каких пассажиров будешь любишь? Молчунов или болтуров? И на какие расстояния? Я люблю короткие поездки по городу, если мы говорим. С хорошим коэффициентом. Кто их не любит? По поводу контингента, какой мне нравится людей. Если посмотреть, да, за мной детское кресло. Это вообще отдельная история. Вот, детский тариф. Но суть такая, что и в детском тарифе, и в экономе, и в комфорте. Доставку, кстати, я ни разу не катал. Хочу попробовать как-нибудь сделать это. Мало тебе приключений, да? Да, 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 да. Хочу. Тем более, это ЗОЖ, ты ходишь. Не на машине именно доставка, а именно вот пешочком подвигаться. Вот, но везде хватает людей, и хороших, и плохих. И бывает, ты смотришь, у тебя прилетает рейтинг 5.0 пассажира, а там садится, ну скажем так. Явно не пятерочка, да? Печально, печально все, да. Но может какой-то день у него выпал. А бывает, что рейтинг низкий. И там у меня был самый низкий рейтинг пользователя 3.77. 3.77. Это низкий, да, считаете? Это, я вообще думал, такого не бывает. Вот. Я никогда не ценю, не расцениваю человека заранее. То есть, заведомо посмотрев рейтинг и так далее. Вот человек открывает дверь, садится, как он себя начинает вести, здоровается, нет. Задашь ему вопрос, там, пункт B, такой точно или нет. Там, как он ответит, будет ли он как-то пытаться хамить, я не знаю, там, пытаться курить, пить. И вот эти вот все хотелки. Слушай, потом понимаешь. Можно сказать, что ты стал таким, как у Пелевина, по рукам определяешь уже граждан. Ну, психологом. Психологом, да. Но это не... Прямо на первых прям секундах контактов визуально. Скажу так, это очень обманчивая тема, но в первые секунды можно плюс-минус понять ориентировочно. Но до конца ты человека никогда не поймешь. Мне, в принципе, это и не надо понимать. Мне нужно, чтобы человек просто сел спокойно, без конфликтов доехали, оплатил поездку, вышел, аккуратно закрыл дверь и как бы все, я поехал на следующий заказ. Какие в основном конфликтные? Вот по статистике ситуация возникает. Самый-самый. Детский тариф. Детский тариф. Детский тариф. А у нас детский тариф, насколько я помню, в городе, в нашем городе появился где-то два или сколько, три года назад? Три точно было уже, я детей возьму. Прошло время, подключили детский тариф. Я не сразу в нем начал работать. Купил кресло. А у вас еще и выборы есть, да? Конечно. Ты можешь выбирать в зависимости от автомобиля. В какой тариф ты будешь работать и так далее. Я купил себе кресло. Я начал работать по детскому тарифу. Новая ситуация. Новые водные. Двое детей. Трое детей. Сейчас я подведу просто к финальной черте. Проходит время. Я покупаю себе второе кресло. Второе. Ты сейчас с двумя креслами? Я с тремя креслами. Еще одно дома. У меня, то есть, кресло здесь в багажнике, автолюлька теперь, бустер. Но не всегда я их вожу, когда есть возможность, там багажнике, потому что это место занимать. Дома еще одно кресло. При этом у меня нет детей, я еще не женат, у меня нет детей. Но у меня есть четыре кресла. Да ты уже готов. Готов, это понятно. Но у меня теперь вопрос. Вот если я водитель, который работает по правилам сервиса определенного, да, есть алгоритмы, там, правила ПДД и так далее, и так далее. Если я это могу себе позволить, ну как, позволить за свои деньги, это стоит все недешево, купить кресло каждое, бустер и так далее, все это возить, поддерживать в хорошем состоянии. Почему это не могут делать некоторые родители? Я могу понять этих людей, тех, которых, допустим, вот мамочка, у нее двое детей, там, муж, допустим, там, в командировке, на вахте, на работе, в больнице и так далее, там, не знаю. И что ей делать? Ну, смотрите, есть один главный, неопровержимый момент. Я, как водитель, несу максимально всю ответственность за всех, кто едет, и взрослых, и детей, и так далее. Но есть огромные штрафы и огромная ответственность, вплоть до уголовной, за перевозку именно детей в такси, без детских кресел, не пристегнутых и так далее, с большим количеством людей. Бывает, что залазят, пытаются залезть, там, двое взрослых, трое детей, пять человек, вы куда? Для чего это? Есть всегда альтернатива, я всегда говорю. Вас никто не заставляет ездить в такси. Никто. Это же можно купить свой автомобиль, купить свое кресло, пешком дойти, автобусы, общественный транспорт. Есть куча вариантов, но просто в сумме все это пытаются свалить на водителя. Ну, вот я смотрел часть, не все, конечно, твои видео, ролики. Вот, как я уже сказал, ты у тебя стоическое терпение, такое, достаточно, такое, твердое. И я смотрю, ты знаешь законодательство, поскольку вот один ролик я видел, где женщина не заплатила в итоге тебе, но ты старался максимально не брать ее телефон в руки, чтобы не было там никаких на тебя. Потому что я знаю последствия, когда начинают писать комментарии, всегда проще с дивана написать, надо ее было вывести, надо было забрать телефон, надо было это, надо было то. Ребят, когда вы не знаете законы нашей страны, это печально. А я как бы не хочу потом из-за каких-то там 700 рублей, да, это большие деньги все равно, потому что ты их, это труд, это твое время, это твои там нервы, деньги и так далее. Но последствия, зачем мне это надо? Легко ли тебе удается вот эти конфликтные ситуации, ну, как-то нивелировать? Переносить? Да, ну и переносить, и нивелировать внутри. То есть ты же, ну, понятно, что ты показываешь там 5%, как ты сказал, на YouTube-канале уж совсем, когда деваться некуда, на этот ролик ты выгрузил. А вот, ну, половина же их остается за кадром, и вот легко ли тебе, быстро ты их нивелируешь, и потом внутри, что? По-разному бывает, раньше было тяжелее намного. Раньше я пытался быть, я не знаю, как-то, я и сейчас пытаюсь, на самом деле, найти в большинстве ситуаций какой-то, прийти к компромиссу. Хотя изначально мне, в принципе, это не надо. Моя задача просто подъехать, подать автомобиль, посадить человека, довезти, и все. И мне не волнуют остальные все моменты, вот эти дополнительные хотелки определенного количества людей. Скажи, пожалуйста, бывало ли так, что, например, какой-то один или несколько героев твоих роликов, которые ранее ты снял, снова попадали в твое такси? Да, регулярно. Как ты реагировал, и они узнавали тебя? На самом деле, наличие камер и наличие какого-то, ну, в головах есть все равно приходит, что нужно себя везти, подавать. А есть люди, которые, допустим, не попадали ко мне до этого в такси, но знают, что я, допустим, веду блок, и они, типа, садятся, вот, там, Саня, здорово, там, всегда мечтал, да, 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 там, давай, там, сфоткаемся, еще что-нибудь, не вопрос. А есть, которые, вот, как-то, не знаю, пытаются, вот они неправы изначально были, то есть, ну, в плане, там, когда сели, да, там, появился этот ролик, где я просто показываю, как себя ведет человек. И человек потом, допустим, спустя какое-то время садится и говорит, а для чем, а за чего? Тебя никто не вынуждал. Просто нужно себя вести по-человечески. Смотри, а не было рекламации таких, вот, да, пишут тебе, вот, те же самые герои, понятно, кто-то там, может быть, немножко перебрал и сорвало у него, там, планочку, ну, а на утро одумался, а уже оказался героем, там, не пишут тебе, не звонят, удалите, пожалуйста, там, умоляют или угрожают. Да, ну, это же бессмысленно, потому что это же всегда будет. Но они же это не знают, бессмысленно или нет. Да, нет, у меня было пару раз, когда я потом в итоге заблюривал, не удалял, я заблюривал, самый первый раз у меня был вообще такой момент, когда меня кинула мадам, она училась в медицинском колледже, и мы доехали, и она просто оставила мне пакет, говорит, я сейчас вынесу деньги. И не вышло. А когда, это причем было в самом начале моей карьеры блогерства, а когда она себя увидела по всем пабликам, тот же начал описать, что вы не имеете права, зачем вы это сделали, я вас хотел, то есть, она же нашла кучу отмазок и попросила прощения, и все. Хорошо, и на момент я прям запомнил, там была поездка в районе 130 или 156 рублей всего. Я говорю, ну, оплати поездку, и я тогда удалю ролик. Она говорит, хорошо, у меня проблемы с деньгами, я вам плачу несколькими траншами. Всего 150 рублей, несколькими траншами. Она меня перевела 39 рублей тогда, 39. А сказала, что на днях это переведет остальные, я как человек, который как бы вроде пообещал, убрал этот ролик, все, она пропала. Ну, то есть, наука не произошла. Нет. Ну, вот, в итоге, как ты выбираешь, вот, кому, например, заблюрить лицо, а кому нет? Ну, я, насколько я понял, что, если ты для себя выявил, что это однозначно правонарушение... Правонарушения, на самом деле, очень много. Но дело в том, что, как сказать, вот, все в зависимости от конечной финальной ситуации. Если человек не переходит на личности, не пытается тебя оскорбить, как-то обругать и так далее, то, если мы говорим про плохие, про плохих, про плохих пассажиров, то, если он не переходит, но при этом ведет себя как-то неподобающе, я всегда заблюрю. Если зря да вон какие-то выходящие ситуации, то почему бы не открыть лицо и показать, что вот такой человек. Очень много хороших людей, очень много, очень много позитивных людей. А в твоих роликах есть позитивные? Да. А в соотношении какое? Маленькое, маленькое. Ну, это принцип простой, да? Да, но, то есть, у меня было такое, в этом году, правда, не получилось, но в предыдущие годы, два или три года подряд, на 8 марта, я от себя делал акцию, я на 8 марта катал всех, да, бесплатно. Просто я подъезжал, даже если это был безнал, я переводил деньги на карту обратно, либо давал наличка, а если это была наличка, я просто возил бабушек, дам, мамочек бесплатно. Ну, все же, вот смотри, вот этими роликами, которые, ну, которые ты публикуешь, что ты преследуешь, какую цель, вот для себя или вообще, в общем, для общего? Чтобы человек, людей, которые были бы, скажем так, более культурные, более правильно себя бы вели, их было бы больше и больше и больше. И больше было бы позитивных роликов, потому что, допустим, вот я как говорил, что 90% пассажиров в городе, они все адекватные, нормальные, там, добрые, вежливые и так далее. Не всегда я их выкладываю, потому что поездки монотонные. Ну, то есть, это обычно просто человек поздоровался, молчали, там, что-то там пообщались, и он вышел, и все. Я не вижу смысла, это, наверное, не особо интересно. Людям будет смотреть просто, сел, вышел, как бы вот так. Ну, здесь принцип такой, если мы купили стиральную машину, там, мы же не ходим целовать руки продавцу, да? Да, 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 да. Здесь то же самое. Самая смешная ситуация у тебя и самая опасная. Ну, вот недавно у меня был, значит, детский тариф, я подъезжаю, бабушка с внучкой, внучка, ну, на вид лет 5, вот, мел снег, намело снега много, сугробы. У нас очень печальная проблема, когда пассажиры не отряхивают ноги, это очень калит, конечно, это прямо как ножом по сердцу. И тут, значит, бабушка открывает дверь, и я всегда, когда в детском тарифе, я поворачиваюсь и спрашиваю, здравствуйте, вам нужно помочь? Вам нужна помощь или нет? Всегда. Она, допустим, говорит, она мне сказала, нет. Она, ну, сажает ребенка, девочку в кресло, и девочка начинает... А, я, во-первых, так в краем глаза вижу, что там куча сугробов, и это все в салон. У меня это прямо, и, значит, девочка такая, нет, она что-то пытается сказать, то есть я еще не понимаю, сижу, да, 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 не так, бабушка ее не понимает, ее слова. И девочка потом с какого-то раза правильно проговаривает до конца и говорит, неправильно, сначала нужно отряхнуть ноги, ноги. Я прям вот такие шары сделал, сижу, говорю, вот это да, вот это ребенок, вот это воспитание. Бабушка ее, да, там это все, стряхнули ноги. Я говорю, кто? Она говорит, папа научил. Я говорю, блин, вот такой респект папе, вот просто за такое воспитание. Ну, вот сейчас можете передать. Да, если вы меня видите, знайте. Ну, таких, на самом деле, недавно, кстати, тоже в детском тарифе, тоже буквально прям на днях, бабушка так же ехала, но я смотрю, бабушка уже прям пожилая, я даже не стал спрашивать, где я вышел, говорю, давайте я вам сразу помогу, ребенка посадил, пристегнул, ножки грязные, здесь у меня клеенки под на спинках, чтобы не пачкали. Я сажусь, вот так вот поворачиваюсь, бабушка берет, достает бахилы, одевает ребенка. Старый школа. Я просто офигел, а я еще такой говорю, про себя думаю, ну, мало ли, может, она подумала, что сразу там в больницу, вот выйти там, в поликлинику надо вот. Я говорю, а вы всегда такая, она говорит, да, но чтобы не пачкало. Вот это круто. Ну, это опыт жизненный у людей какой-то, которые взяли в привычку. Да, блин, ну, вот просто, просто вот брать и быть вот самим собой адекватно, вот не пытаться превознести себя над другими, быть просто на уровне, на одном уровне с другими. Вот это вот, чтобы вот не было вот этого диссонанса. У нас страшные, да. А? Страшные, да, страшные, самое страшное. Дали денег сначала. Была длинная поездка, я помню. Вот. По итогу в алкогольном опьянении ребята были здоровые. Потом мы выехали в пригород, хотя это не было изначально запланировано. Дали денег как бы с запасом. И вроде бы мы приехали, и вроде бы все хорошо, а все равно ехал так как-то напряжно было. Один вышел, второй говорит, что-то, типа, почему так дорого, еще что-то. И пытался, ну, то есть он забрал деньги, пытался, как бы взял так вот сзади, потому что я не ожидал этого. Я не знаю, как он, что он думал там, душить, не душить. Порвал-то цепочку. Там долгая история была такая неприятная. Своим каналом там, например, не кажется тебе, что она вот приобрела, сам канал приобрел такое качество, как доска позора Балакова? Нет, потому что я же, еще раз повторяю, это же не только конфликтные ситуации, и не только негатив один. Потому что бывают вот поездки даже, я говорю, уже в алкогольном опьянении, ребята могут сесть, которые, ты думаешь, как-то, ну, подозрительно себя ведут, а в конце они тебе еще оставят такой чай, о котором ты просто мог мечтать, к примеру, ну, в данной ситуации. Но были веселые и шумные. Да, да, то есть, я говорю, парад, никогда не знаешь, как себя вот поведет человек. И я говорю, я никогда не акцентирую прямо на только негативе. Я рад, что у нас в городе с каждым разом людей адекватных все больше, больше и больше. И можно так сказать, что какую-то лепку в появлении этих людей вносишь. Я надеюсь. В принципе, я думаю, с таким посылом мы и закончим наш диалог с Александром. Спасибо огромное за беседу. Спасибо, Александр, за внимание. Ну, а мы увидимся потом в нашей рубрике «О чем речь?». Надеюсь, это в такое видео вам зашло, контент немного другой. На выезде, не в студии, все это написали. Пожелаем Александру удачи. Всех замечательных, просто самых лучших и пушистых пассажиров. Ну, и в меру чуть-чуть вредненьких, чтобы он не расслаблялся. Ну, да, да, держать в столбусе. В столбусе был, да. Все, счастливо. Пока.